Сегодня у меня настроение приготовить самой себе кето. Но это не кето, у меня уже питание приближенное. Под себя адаптировала его и просто так называю кето. Уменьшенные углеводы, можно сказать. Так, сделаю себе десерт. Это бомбочки, шоколадные бомбочки называются. Сейчас состав напишу на экране будет. И вот так вот я замешиваю. Потом, это просто ошибку сделала, надо было масло растопить. В составе масло есть сливочное. Оно у меня размягченное кусочками. Я пытаюсь его, чтобы оно растаяло больше, на водяной бане сделаю сейчас. Потом разливаю это все, разолью все в формочки и заморожу. И это десерт. Очень вкусный, очень приятный. И вот такой хлеб себе делаю. Ой. Булочки такие вот, они для сэндвича. Они мягкие, очень хорошие по составу. Там есть у меня миндальная мука. В общем, основа миндальной муки. И вот такие булочки я себе делаю. И они как хлеб идут запросто. Этот хлеб у меня уже доедается. Такие буханки я делаю. Но это на дрожжевом, на дрожжах. По рецептам Берга это все я делаю. Вот. Ну, мне нравится такое питание. Правда, самой себе одной лень готовить. И я вот ловлю момент, когда у меня есть настроение. И делаю все. И думаю, дай-ка я запишу. Потому что потом не соберусь. Так. И вот можно начинку еще сделать. Можно орешки. Но я орешки не очень люблю. И практически не ем почему-то никакие особо. Ну, не питаю особой любви. Вот купила сушеное блубери у меня. Я вот так вот сейчас попробую это сделать. Такой вот. Такую начинку. Можно и без вообще. Без всего. И попробую залить сейчас сюда вот эту смесь. Она у меня уже немножко масла подпаяла. Но она была такая мягковатая. Все равно кусочками она будет. В общем, в следующий раз надо масло распустить сначала. Ну, вот столько у меня получилось. Здесь конфеток таких жировых бомбочек. Жировые бомбочки называются. Можно, наверное, это сделать и с сахаром с обыкновенным. Но там масло есть. А как бы кто следует кето, то они знают, что сахар и жир не должны совмещаться. Вот, а так все обычные абсолютно ингредиенты, без всякой экзотики. Это я добавила просто сама. Можно орешки, можно вообще без всего. Ну, в общем, вот такой десерт. Такие вот булочки у меня получились. Хлеб. Вот они какие красавчики. Красавчики. Очень вкусные, очень прям такие мягенькие. Ну, классные. Мне нравятся вкусы. На вкус и... Ну, в общем, как хлеб абсолютно. Сейчас я буду блинчики делать. Это стандартные, обычные для Сережи. Это мои. Такие я сейчас на жарю блинчиков. А-а-а... Ну, котят уже наливать надо. Вот у меня такие блинчики получаются. Не успеваю их сохранять, съедаю на ходу. Вот это вот от жировой бомбочек остался шоколад. И я его сюда, на блинчик, в кузнятину. Приехала я губы подкачать. Такой весь красивый офис. Понедельник, утро. Сколько времени? Десять часов. Я приехала с работы. Такие губки мне сейчас. Я закрасила немножко, потому что синячки. Вот, но мне нравится самой. И... Могу не нравится. Ну, кому, кто видел. Завтрак вот такой вот классный. Пожарила сосисочка у меня с чили была. И с яичницей. Тут у меня зелени много сегодня. Авокадо. Такую купила посыпку. Очень хорошую. Для авокадо именно. Вот, посыпала. Кориандр порезала. Пак чой. Салатик. И хлеб доедаю. И залман муки. На дрожжах. На дрожжах. Вот этот хлеб. Булочки оставила. Потом буду есть. А Коша тут лезет на улицу. На улице что творится у нас. О, сейчас солнышко выглянуло. А то... Ехала. Лил дождь. Град. Снег. Говорят, что у нас снег будет. Но это вообще будет капец. Так, здесь поставила Наташину орхидею сюда. Такой вот у меня уголок получился. Классный. Как мне нравятся эти жалюзи. Вообще. Супер просто. Ну ты что, куда? На улицу пойдешь? Опять грязь притащишь на своих лапах. Ну давай, иди. Не пойдешь? Ходил же уже утром. Все, сиди дома. У тебя. Не хочу его выпускать. Он столько грязи тащит на лапах. И бегает целый день. Туда-сюда. Туда-сюда. В общем, это залези. Такие вот зебра. Они висят и как тюль. Везде на окна заказала сейчас. И можно закрывать вот так вот, как жалюзи. И не надо их поднимать особо. Ну если не надо поднимать, то можно не поднимать. И смотрятся вот у меня наверху в спальне висят тюль висит. И жалюзи такие руликом. То есть их надо отпускать, поднимать. Сейчас я их повешу вот такие же туда. Спальня у меня будет и как тюль, и как шторы ночные. Да, Косятина. Дын-дын хвостом. Ну чё ты? Всё, пошла завтракать. Что творится-то? Ой-ёй-ёй. Коша! Кошмар! Он птицу притащил домой и жрёт её. И на меня грана рычит, когда я подхожу. Кошмар! Ой, ужас какой! Коша! Блин! Ты её откуда взял? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Иди, да, неси её на улицу. Давай-давай. Давай, тащи на улицу. На улицу тащи. Походи. Капец. Вот это нафиг. Это что такое-то? Птичка-то какая-то маленькая. Он её взял. Ой-ёй-ёй. В общем, убежал он у меня за угол. Утащил её, эту птицу. Не выпустил так он её. Она трепыхалась ещё. И он убежал с моих глаз. В общем, так агрессивно на меня. Ой, капец какой-то. Что такое? Чтобы в дом притащить? Да он мне тут крысу так притащит. Не хочу я этого кота вообще. Какой-то убийца, а не кот. Ну, как это так? На улице ещё он таскал у нас. Мы приехали, во дворе валялись у нас в саду. И крыса валялась полу-полу уже съеденная. И птица тоже какая-то. Голод, по-моему, тоже. Ну, как бы мы не видели, что это он. Но больше вроде некому. Но не видно было. А сейчас это вообще. Я его дома ещё затащила. Я, главное, не слышала. Я сижу, ем за столом. И дверь была открыта в консерваторе. Я думала, он там, что-то шараборится. Оглядываюсь сюда, пошла. А он тут расправляется с бедной птичкой. Ну, маленький голубь, что ли, это был. Я вообще не поняла. Ну, я в шоке, конечно. Это что такое? И ведь еды полны за корма у него. Как в ресторане всё время кормлю. И вон мясо лежит, сырое лежит. И рыбу с днём даю. И сухой корм. И молоко, и сливки. И чё только нет. И он кидается, есть ещё и птиц ловит. Ну, что делать? Это что? Вообще, я в шоке, короче.